Рога копыта и исток сена, казалось бы, просто набор слов, но в один момент они сошлись в один рассказ. Инспекторы природоохраны вышли на след предполагаемых браконьеров, которые могли охотиться на дичь в заказнике Новогрудского района. К дому нарушителей привели следы машины, а уже на месте в стойке сена инспекторы обнаружили туши нескольких животных. Хозяином агроусадьбы оказался охотник, который накануне действительно охотился. Однако защитники флоры и фауны полагают, что мужчине было мало, и он мог выйти на нелегальный промысел. Продолжит тему Александр Камович. Следы убитого животного инспекторы природоохраны обнаружили на территории заказников Селюбского в Новогрудском районе. Охота тут запрещена, поэтому защитники фауны стали искать причастных к браконьерству. Выйти на предполагаемых нарушителей удалось буквально по горячим следам автомобиля. На поле рядом с местом охоты обнаружили следы транспорта. По этим следам приехали к хутору, где находится агроусадьба. Вызвали сотрудника милиции и вместе с ним отправились в эту агроусадьбу осмотреться. Хозяин агроусадьбы оказался охотником и накануне вместе с гостями из Минска действительно выходил на дичь. При этом у мужчины имелась путевка на добычу кабана и косули. Впрочем, подозрения у инспекторов все же закрались. Во дворе были обнаружены капли крови, которые вели к машине охотника. А на соседнем поле инспекторы и вовсе нашли главные улики. Другой инспектор осматривал окрестности хутора и заметил, что следы, которые привели их к этой усадьбе, идут также и в другом направлении. Он поехал по этим следам и выехал на совершенно другое поле, где был маленький стожок. Солома сверху уже полусгнила, но инспектор увидел, что кто-то отодвигал эту солому. Он понял, что там спрятана продукция незаконной охоты и вызвал следственную оперативную группу. Как выяснилось позже, в тайнике были спрятаны выпотрошенные туши кабана и оленя. Причиненный вред оценивается почти в 10 тысяч рублей. У подозреваемых изъяты три нарезных карабина и два гладкоствольных ружья. Назначена баллистическая экспертиза, которая поможет установить истину. По факту незаконной добычи животных возбуждено уголовное дело. В этом случае налицо сразу несколько нарушений. Охотиться в заказнике запрещено, как и добывать оленя. Кроме того, в связи с ликвидацией последствий АЧС туши диких кабанов запрещено выносить из леса. А в случае охоты их стоит утилизировать. О причастности задержанных ко всем фактам теперь предстоит выяснить следствие. Александр Камович, Елизавета Локотко и Дмитрий Горкуша. Зона Икс.